приветствую вас друзья мои сегодня мой извиняюсь знаете у меня уже как диагноз наверное смешивание языков вот поэтому сегодня мой последний день здесь сад пора вот даже наверное уже не день а ночь завтра утром я вылетаю в токио то есть как бы покидая это действительно интересное красивое место вот здесь у меня действительно много друзей по крайней мере так я думаю считаю вот здесь есть человек который мне действительно нравится вот но как сложится наше соотношение я удалил ума не представляю себе вот сейчас как бы мы вернулись они мы даже сказать точнее то то есть мы сидели в небольшом заведении вот как бы ну немножко посидели немножко выпили поели мясо общались действительно очень хорошо пообщались круто есть такая высказать теплая беседа достаточно то есть полное внимание вот между тем как бы пока мы между собой общались то есть вокруг окружающие люди также точно разговаривали вместе с нами то есть знаете как сказать когда люди собираются за одним столом когда хотя бы немножко как говорится выпито вот когда есть о чем побеседовать есть общая тема для беседы вот то есть все идет как по маслу ну грубо говоря то то есть люди находят общий язык независимо от того на каком языке они говорят вот то есть мы действительно интересно очень общались в общем и я принес так сказать алкоголь социального производства привезенный из россии то есть люди которые сидели с нами это было были вернее девушка примерно моего возраста вот и уже не молодой наверное человек вот наверно его уже следовало называть одзи сан вот наверно наверно в общем я предложил им напиток российского производства вот как бы очень хорошего качества то есть за это я точно рерчаюсь но тем не менее он изрядно крепковатый то есть там как минимум ну градусов пятьдесят пять было вот как бы после пробы вот как бы ну просто пообщались то есть рассказали обсудили а между собой интересной ситуации просто знаете вот как вот бывает незнакомые люди встречаются и когда просто просто общаются просто о чем-то независимо о чем о жизни различных ситуациях вот то есть самое простое общение я считаю что это ну это очень хорошо вот когда просто чужие люди находят общий язык это действительно хорошо вот значит что дальше наверное будет лучше если я не буду снимать мое лицо которая слегка нетрезвая наверное выбитого ну минимум 03 подобного вот препарата да вот как бы это все таки я перейду лучше на улицу вот съемку то есть что происходит вокруг но тем не менее буду что-то рассказывать вот в общем женщина с которой мы вместе ужинали как бы нас должно быть по идее было трое но еще так сказать один человек тоже 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 женщина вот примерно также моего возраста она не смогла прийти вот началась вообще с того что как бы ну мы договорились да вот что в последнюю как бы вот вот ночь встретиться посидеть пообщаться хорошо вот арие она зареги зарегистрировала за бронировала место вот то есть вот знаете вот тут как бы сказать как я понял вот она действительно так и есть многие места очень хорошие где можно посидеть нормально пообщаться съесть чего-нибудь вкусного такого они не блещут сильными вывесками надписями и прочим вот это вроде как бы малозаметные места но тем не менее когда туда спускаешься там на первый взгляд как бы такие незамудренные и интерьеры да вот то есть сидят просто обычные люди после работы общаются что-то выпивают едят вот как бы такая знаете вот как сказать вот обычная семейная обстановка вот также и мы пришли вот спасибо риана забронировала пару мест вот мы как бы ну своеобразное название короче у этого места в общем там готовят блюда в основном из мяса вот но как бы знаете нас мясом не убить не убедить нет не убить а не удивить извиняюсь вот поэтому знаете и вот помимо того что просто нам подали вода то есть стоят угли для жарки знаете зачем-то напоминает я кинеку то есть жареное мясо на вот здесь как бы разные сорта мяса разные приправы вот ну как бы здесь я уже подошел своим знанием вообще к приготовлению того же шашлыка вот то есть ну в принципе знаете если честно все оценили вот то есть и я и как говорится свой мангал и соседей держал как говорится под контролем вот все остались довольны я с собой принес продукт собственное российское производство вот знаете если честно японцы да они любят развлечься они любят иногда выпить особенно после тяжелого рабочего дня вот ну и как бы там вот сидел возрасте уже немолодой человек да то есть ну ну примерно сколько ну 40 лет да и девушка то есть примерно моего возраста то есть как бы неплохо пообщались о оба на а чё это тут творится то о биллия не это не оседор не что не е что п посмотрит посмотрит отмет о име Русские! Это правда! Русские! Русские! Русские? Русские! 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 Один? Один? Непонят? 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 Хорошо, хорошо, хорошо! Хорошо, хорошо! А теперь? У нас есть? Да, здесь! Эти 20 лет! Что это? Это номер 4! Что это? Что ты? Это ноуч! Нажимай! Это реально мягко! Что ты делаешь? Okey Мена-сана Аххахах Менесем Мои планы четко меняются И я с вами побеседую в следующий раз Россия Россия Спасибо Ну вот собственно Как говорится Что ты делаешь? Извините Это видео Видео Вот Собственно Как говорится шел и нарвался Э? На ней? Омра-сан А, а, сон В общем, ну как сказать Выбыл ее большая компания Блин, из забегаловки Но весело было Не, ну как говорится Люди везде люди, вот, знаете, если честно Смешались те мои мысли Вообще Знаете, то что вы, в принципе, думаю, увидели Before Да Я тоже был поражен Да уж Да Да что он говорит, как говорится Возможно, после работы Возможно, после учебы Народ Отдыхает, развлекается В общем, просто Хорошее времяпрепровождение Вот, знаете, если честно Вот сбили меня совсем Вот Я даже не знаю, что сейчас отвечать Вот Короче, если вспомню Я что-нибудь расскажу Да нормально, че Да нормально, че Народ, как говорится Да развлекается народ Че он говорит, к нему приступил Я отмахался руками, кулаками и прочее, пока, как говорится, все, что было, чуть не раздели. Как бы сказать? Вот, блин, последняя ночь Сапора, да? Да, было весело. Попал, говорится, под раздачу, но, тем не менее, да ну, спасибо, просто-напросто спасибо. Как бы приятные впечатления останутся после отъезда, вот. Значит, на чем я остановился до этого, да, большое спасибо Арии. Как бы вам сказать, в общем, мне предложили обойти, выпить немного, немного выпить. Знаете, я уже выпил, ну, немного, да, но как бы нашего, российского, примерно где-то 0,3. Ну, в принципе, нормально, как бы. Ну, и тут еле двигаются, честное слово. Ну, да, ну, сидя. Ну, сидя, не сидя, не сидя. Вот. Дайте обдеск, а? Дайте обдеск. А, окей. То есть, I'm not alone. Вот. Ну, последний день, как говорится, можно, конечно, оторваться, но сейчас посмотрим, куда чего. Мысль сбили совсем и напрочь. Сейчас куда-нибудь зайдем, просто-напросто выпьем еще чего-нибудь, а там видно будет. Ладно, говорит, если что, чего-нибудь сейчас сниму. Вот. Народ сейчас только начинает балдеть. Вот. Вечер на дворе, народ развлекается. Мы тоже маленько, потому что надо. Ладно, все, всем пока.